Здравствуйте, дорогие коллеги! Прошла всего одна неделя, и мы снова встречаемся на нашем вебинаре. Очень рада, что вы сегодня присоединились, и мы откроем свой ум познанию нового. Пожалуйста, напишите мне в чате, как меня видно и слышно. Спасибо вам огромное за внимание к нашим мероприятиям. Мы, правда, очень стараемся, ищем самую новую, самую полезную информацию по различным направлениям. И сегодня наша тема крайне интересна и очень важна. Я очень надеюсь, что информация, которая сегодня прозвучит, будет также важной и полезной для вашей работы. Давайте начнём. Сегодня мы поговорим о бактериальной инвазии в верхних дыхательных путях, а также обсудим, какие последствия имеет эта инвазия для статуса здоровья свиней и какие существуют методы её предотвращения. Это совсем непростая тематика, потому что мир микробов непостижим, он огромен. И сколько бы учёные всего мира не старались открывать всё новые и новые грани, всегда остаётся что-то неизвестное. Так вот, всем известно, что мир микробов и нагрузки, которые переживают человек, животные, это большая и огромная степь непознанного. Но мы для того и есть учёные, для того и занимаемся нашей практической, теоретической деятельностью, чтобы открывать эти неведомые миры и узнавать о них больше. Если мы обсудим нагрузку микробную, которую переживают наши поросята с первых дней жизни своей, когда они только родились и начинают контактировать с внешним миром, этот внешний мир — это свиноматка, и, конечно же, весь микробный фон, который она имеет, а также весь микробный фон, который существует на наших фермах. Так вот, давайте посмотрим на это разнообразие. Оно огромное. Естественно, что это микроорганизмы из самых разных семейств, с самыми разными свойствами. Но как ещё мы отметим, что среди тех бактерий, которые являются желаемыми, которые предоставляют наш и не наш, и микробиом свиней, среди них также есть и бактерии, которые не очень желаемые, и которые несут в себе потенциальную угрозу. Тем не менее, на уровне первичной колонизации, когда речь идёт только о первичной колонизации, тяжело выделить те, которые условно патогенные, либо патогенные, либо абсолютно безобидные. Но когда речь идёт уже о бактериальной инвазии, что такое бактериальная инвазия? Это уже заражение. Это когда микробы проникают дальше, чем им положено, скажем так. Мы увидим те микроорганизмы, которые действительно потенциально несут угрозу. Перед вами результаты исследований из нашего центра «Хипродиагноз», которые показывают весь спектр этих микроорганизмов, с которыми сталкивается, грубо говоря, иммунная система животных. И увидим среди них, конечно же, не самые желательные формы. И вот они все. Это и бордотелла, и аппп, и пастерелла, и стрептококус. Это микроорганизмы, которые в дальнейшем будут иметь безусловное влияние, и от них будет зависеть статус здоровья свиней. Если посмотреть на ситуацию роста смертности, которую мы видим сейчас, и которая связана с неконтролируемыми бактериальными инфекциями, то, конечно же, это не слишком хорошие новости. Перед вами данные независимого ветеринарного центра испанского СИП «Консалтерс», которые показывают, что среди большого количества проанализированных стат, здесь вы видите больше миллиона свиноматок, мы видим на этом фоне такую нехорошую статистику. В последнее время рост смертности на доращивании стремительно растет. И если в предыдущие годы мы могли говорить о том, что желательны для нас эти самые минимальные проценты, даже норму некую такую устанавливали, что до 2% всё хорошо, больше 2% уже негативы, искали причины, естественно, то сейчас мы видим, что эта норма уже слишком расплывчата, и, к сожалению, кривая смертности, которая присутствует как средний показатель на большом количестве поголовья, сейчас смещается вверх. Точно так же и эволюция сохранности. Когда раньше были другие нормы, сейчас даже в небольшом разрезе, вот в течение этого периода, мы также видим негативную динамику повышения процентно-смертности среди поголовья. Я думаю, что такая динамика касается не только Испании, данные из которых здесь перед нами, но и многих стран. В своей практике также могу отметить то, что буквально несколько, там 3-4 года мы действительно видим некое смещение нежелательное на то, что падежа становится больше. И в основном этот падеж, конечно же, вызывает неспецифическое, так скажем, бактериальные инфекции, смешанные инфекции, с которыми становится всё тяжелее и тяжелее бороться. Я не знаю, почему, но мне кажется, что мы делаем всё правильно, мне кажется, что свиноводческий бизнес двигается явно в лучшую сторону, но вот данные статистики немножко пугают. У 82 ферм, вот среди проанализированных более миллиона свиноматок, мы видим, что 82% стали отмечать показатели хуже. И представьте, среди 39 из них, из этих 82, рост падежа на доращивание составил более чем на 2% от предыдущих показателей. Да, вы всё очень правильно пишете, я вот чуть-чуть читаю наш чат. Да, учёные склонны думать о том, что это связано с непреклонным ростом антибактериальной резистентности. И, естественно, чем дальше, тем, скорее всего, мы будем видеть ещё более мощную угрозу с этой стороны. Почему так прогрессируют бактериальные инфекции? Да, почему развивается эта проблематика? Учёные выделяют несколько причин. Давайте рассмотрим их поподробнее. Конечно же, это мультифакторная теология, безусловно. Здесь нельзя вычленить что-то одно и сказать, вот причина всех наших невзгод, поэтому так происходит. Нет, это мультифакторно. И да, мы имеем несколько факторов риска. Один из них — это то, что теряется статус здоровья в целом. И, конечно же, низкий статус здоровья напрямую сопряжён с циркуляцией вирусных патогенов. Это всем известен РРС, цирковирус свиней второго типа и вирус эндомичной диареи. Да, мы наращиваем наши мощности. Хотя со мной не смогут не согласиться наши коллеги из Белгородской области, которые здесь есть, например, да и из других регионов, из разных стран, мы начинаем иметь более плотную посадку свиноводческого бизнеса в целом, что по себе имеет уже большую внешнюю угрозу внешней биобезопасности. Чем больше будет густота поголовья на территориях определённых, тем больше эта угроза будет в целом в будущем. Поэтому, к сожалению, меня не слушают те, кто строит новые фермы. Целесообразно, конечно же, было бы рассредоточить посадку животных, но насколько мы можем влиять на этот факт? В мировом аспекте, да, те регионы, которые имели меньше ферм, они имеют лучше показатели. Те, которые имеют всё больше и больше ферм на одной территории, непреклонно имеют более сильные вызовы. Недостаточная внутренняя безопасность. Безусловно, как бы ни старались мы работать с внутренней безопасностью, прекращать кросс-контаминацию, к сожалению, этот фактор всегда влияет. И здесь единственное, что мы постоянно должны стремиться к улучшению. Работать на внутреннюю безопасность — это всё равно, что работать на благополучие этой фермы, этого поголовья в целом. Ирина пишет о Китае. Ну, Ирин, к сожалению, Китай явно не лучший пример успешного свиноводческого бизнеса. Вот эта такая экспансия, такая глобализация привела к тому, что несколько лет назад мы знаем все, что происходило в Китае. И как сейчас они со всех сил восстанавливаются, и тем не менее потерпели колоссальные убытки и колоссальные потери. Можно сказать, что на уровне огромной страны произошла большая-большая проблема. Так что кросс-контоминация, внутренняя безопасность — это сумасшедший и очень важный фактор. Конечно же, ровно так же, как и внешняя безопасность. Вот эти большущие фермы, вы представьте тот фон эпизоотический, который они будут иметь. Тяжело даже подумать. Снижение использования антибиотиков, конечно же. Но почему происходит это снижение? Потому что, во-первых, да, мы хотим получать безопасные продукты, и потому что эти же антибиотики уже не владеют теми свойствами, которые они имели еще 5, а лучше еще 10 лет назад. То есть тут двухфакторная система. И да, будущее все так же нам покажет, то, что антибиотиков будем использовать все меньше и меньше. Это будет зависеть и от того, что такая будет политика от потребителя исходящая. И, конечно же, это будет зависеть от того, что уже свойства, те, которые они нам давали, они не будут давать. Поэтому уход от антибиотикотерапии, он однозначен, он прогнозируем, и он коснется всех. То, что многоплодные свиноматки мы используем, конечно. Конечно, мы хотим получше показатели продуктивности, но, к сожалению, многоплодие не сопряжено с увеличением колострации, которую эти свиноматки могут дать. Колострума недостаточно, вес отъема низкий, все животные не получают нужную защиту и нужное количество колострум, которое они должны получать. Это конкуренция. То есть количество колострума все то же, количество потомства все больше. Естественно, это конкуренция и это уменьшение количества, которое может получить каждый отдельный поросенок. Низкий уровень здоровья кишечника. Безусловно, любые воспаления, которые будут вблизи отъема, особенно, это огромный риск любой бактериальной инвазии. Здоровье кишечника – это здоровье всего организма. И в следующем нашем вебинаре мы очень подробно посмотрим в эту сторону. И да, об этом тоже нужно постоянно переживать, думать и исправлять. А что касается условий содержания? Да, к сожалению, если мы даже возьмем небольшой уход в прошлое, то мы увидим, наверное, я думаю, вы со мной согласитесь, если нет, обязательно напишите, о том, что условия содержания, к сожалению, не улучшаются. И то же самое касается комфортной среды для животных. То есть если раньше использовали там различные системы улучшения комфорта, то сейчас, мне кажется, мы все больше и больше минимизируем этот комфорт для содержания животных. и, естественно, это громадным образом отображается на прогрессе бактериальных инфекций, на их влияние. Вентиляция, контроль температуры и плохое качество воды. Да, это также краеугольные камни, на которых строится здоровье. Чем меньше первичного этого здоровья будет, тем хуже будет развиваться ситуация в целом. Касательно качества воды. Это важнейший фактор. Во-первых, сама вода, да, и водопровод, он уже является сам по себе причиной бактериального обсеменения организма. Мы знаем или слышали о микробных ассоциациях, да, о биопленках, которые формируются в системах водопровода. Это важная тема, и нужно санировать, нужно очищать, нужно контролировать качество воды. И в целом по ее составу и по бактериальной обсемененности тоже. Дальше. Какие проявления заболеваний вот этой бактериальной инвазии, да, вот этого негатива, встречи организма с нагрузкой микробов? Во-первых, это различного рода диареи, потому что как и респираторный фон ухудшается, так и фон здоровья ЖКТ также ухудшается. И если до момента проявления респираторной патологии есть некий такой период, да, когда еще и не совсем видно, то с точки зрения воспаления кишечника это видно очень быстро, да. Все знают неонатальную диарею. Вот только встретился поросенок со Шерихией Коли, вот уже проявление бактериальной инвазии. После отъема встретились с поросята, с бактериями различными, вот она после отъемной диареи. Сменили им кормление, вот она диарея. Это все проявления также воспалительных процессов, и эти процессы не проходят мимо. Быстрые потери веса, конечно, естественно. Если организм переживает процесс бактериальной инвазии, все силы иммунной системы напряжены и настроены на то, чтобы это все сократить, прекратить, не допустить. О каком росте и нормальном развитии может быть речь, да. То есть больной организм, организм, который имеет нагрузку со стороны микробов, он не может расти и развиваться в тех ритмах, которые мы бы хотели. И потому потеря веса, либо задержка веса, это всегда будет симптоматикой бактериальных процессов. Неоднородность, разнородность групп, конечно же. Тут один животное подвержено влиянию, одно нет. Естественно, они будут очень разные, в разной мере переживать будут этот процесс и демонстрировать разную динамику роста. Ну и, конечно же, классика, да. Это респираторные проявления, кашель, отдышка. Естественно, все это показывает то, что бактериальный процесс идет, и он явно не в лучшую сторону движется. Что касается полисерозита, артрита, естественно, это также формы бактериальной инвазии. Мы с вами очень подробно на прошлом вебинаре рассмотрели причины полисерозита. Вы помните весь тот список бактериальных патогенов? Все из них способны вызвать полисерозит. Многие из них способны вызвать артрит. И если есть такие проявления в стадах, это однозначно свидетельствует о том, что давление со стороны микробов происходит. Если мы же вернемся к нашим верхним дыхательным путям, то, конечно же, важным таким проявлением, клиническим симптомом есть слезоточение. То, что, когда инфицирование происходит сверху в назальных путях, естественно, задеваются слезные каналы. И проявление таких потеков, слезы, это также проявление респираторной бактериальной дисфункции, начала процесса. Конечно же, депрессия, естественно, угнетение. Сейчас, вот видите, даже есть такой термин, обозначающий синдром задержки развития после отъема, который также ассоциирован именно с бактериальной инвазией. Внезапная гибель, да, супер-острые формы, они будут проявляться отсутствием симптомов других, но животное будет гибнуть. Перед вами изображения, да, такие среднестатистические, не самые сногсшибательные, но тем не менее. Вот такие отдельные особи, которые имеют явное нарушение роста, присутствуют, да, отставание очень сильное. Это проявление того, что животные переживают сильнейшее давление со стороны бактериальной флоры, и они будут иметь эту задержку. Конечно же, мы не исключаем вирусы из этого всего процесса, но это отдельная тематика. Тем не менее, и бактерии сами без поддержки вирусов способны вызывать такие изменения. Ну и, естественно, когда мы уже видим вот такие полисирозиты, явно бактериальные, фибринальные налеты, это все чисто бактериальное влияние. Но очень интересно, с чего же начинается эта бактериальная инвазия? Вот так мы понимаем, вот родился поросёнок, и на него набросились, грубо говоря, все эти микробы начинают на него давить. Но с чего начинается процесс? Откуда, где эти ворота, как будет прогрессировать, с какой точки? как человек больной проявляется в начале простудного заболевания, да, или как-то подцепил какую-нибудь ангину? Очень часто это все начинается с ренита. И да, первый вход, первая защитная линия, первое место, где начинается бактериальная инвазия, где происходит колонизация и дальнейшее внедрение респираторных форм, это назальные пути, ворота инфекции, естественно, да, то есть все верхние дыхательные органы, а сюда у нас входит нос, назальные пазухи, ротовая полость и часть хартани, это те места, откуда начинается прогрессия, откуда запускается весь процесс. И да, это клиническая ситуация с воспалением слизистой оболочки носа, поражающие клетки эпителия в первую очередь, ну и дальше уже костные клетки носовых раковин, иногда из деформации костей. Все не так сложно, но с другой стороны очень-очень непросто. Хорошо, что у нас есть информация о том, что есть конкретный патоген. Не весь этот спектр всех возможных бактерий так важен на первичных этапах инвазии. Есть те бактерии, которые мы уже точно знаем, являются первичными агентами и самыми важными в начале процесса бактериальной инвазии. Именно теми, кто эти ворота открывает. И сейчас мы посмотрим, почему так происходит. Перед нами изображение, на котором очень хорошо объяснена вообще вся динамика ринита. Бардотела бронхисептика — это специфическая бактерия, представитель семейства пастериляция, присутствует у всех видов. Кстати, для меня было неким откровением, может, вы это знали, но, например, я не была столь уверена, что бардотелы бронхисептики абсолютно идентичны у человека, у свиньи, у собак. У человека, у детей это некий коклюш, у собак это синдром вольерного кашля, у свиней это бардотелиоз. Я не копалась по другим видам, но, наверное, там тоже есть связанные с бардотелой бронхисептиком патогены. Почему так? Почему именно эта бактерия? Дело в том, что данная бактерия сильнее всех других с точки зрения патогенеза. И вот если другие микробы колонизируют, но ждут для инвазии, чтобы кто-то им помог, то для бардотелы бронхисептики ей нет необходимости в никакой внешней помощи. Она сама уже имеет весь спектр необходимых патогенных свойств для того, чтобы вызывать прогрессию и бактериальную инвазию. Конечно, безусловно, все эти условия содержания, внешнюю среду, температуру, воздух однозначно это триггеры для ее еще большей экспансии, еще большей передачи и больших патогенных свойств, но тем не менее данная бактерия сама имеет свойства для того, чтобы колонизировать эпители верхних дыхательных путей, назальных путей и вызвать его гибель. У этой бактерии целый спектр факторов вирулентности, один из сильнейших и это ее дерматонекротизирующий токсин, который не то, что просто колонизирует, а он убивает, можно сказать, полностью вызывает, вычищает гибель вот именно эпителия в назальных пазухах. И это является уже теми открытыми ротами, после которых начинают прогрессировать другие бактерии. Постарела не слабая бактерия, верно? Очень даже не слабая, но во всех опытах продемонстрировано, что первично для того, чтобы даже пастарела имела проявление своего патогенеза, необходимо первично именно воздействие бордотелы. И уже только потом, вот здесь зелененьким показано, это токсин пастарелы, мультациды, может проникать глубже и вызывать деформацию и нарушение именно на костной ткани. Но слизистую съедает бордотела. Никто другой. Ни микоплазмы не поедают слизистую назальных путей, ни гемофилюс ее не разрушает. Разрушает слизистую бордотела. Наверное, именно потому сейчас уже вычленяют бактерию бордотелу бронхисептику из того принятого названия как атрофический ренит, когда считалось атрофический ренит и два патогена бордотела и пастарелла. Сейчас мы уже склонны говорить именно о бордотелиозах и о первичном воздействии именно бордотеллы и отделять ее воздействие от комплексного проявления, которое мы называем атрофическим ренитом. И это нам, конечно же, позволяет разделять эти два синдрома и называть воздействие бордотеллы как не прогрессирующий атрофический ренит, а добавление уже пастареллы называть именно прогрессирующим атрофическим ренитом. Клинические признаки самого бордотелиоза, как ни странно, могут исчезать к концу выращивания. Я сейчас вам покажу еще несколько интересных исследований, но дальнейшее колонизация пастареллы мультациды завершит этот процесс в негативную сторону. А если не завершит, если там было корректное лечение, оно воздействовало на эту пастареллу, или пастарелла вообще отсутствовала, тогда этот процесс и закончится на уровне непрогрессирующего атрофического ренита, либо же заболевания бордотелиоз. Она может развиваться месяцами, может затухать, может быть очень активна в начале доращивания и проявляться по-разному в разных стадах. Это, конечно же, да. Так вот, что такое ренит? Ренит воспаления слизистой верхних дыхательных путей и причина тому этиология ренита это бордотела бронхисептика и ее, конечно же, дерматоникотизирующий токсин. Это первая фаза развития этого целого большого патогенеза. Основной путь передачи, конечно же, аэрозольный в результате чихания и кашля. Естественно, во время своего развития не все поросята будут заражены на лактации от матерей этой бактерии. Часть будут заражены, часть не будут, частью будет высокий колострум, хороший иммунитет и эта бактериальная прогрессия будет сдерживаться. Но после перемещения в группы надоращивания естественно там происходит очень сильный микробный обмен между поросятами из разных гнезд, с разным иммунным статусом, с разным колострумом и это все распространяет инфекцию. Даже внешне здоровые животные они могут заражать. Свиноматки вообще не демонстрируют никакого патогенеза ассоциировано с бордотелиозом, но они заражают. И кроме того бактерии имеют очень высокий уровень стойкости назальной полости, она очень хорошо там себя чувствует и инфицированные животные будут распространять эту бактерию дальше. А там уже естественно все больше и больше инфекционный процесс, выделение, контакт и пошло-поехало. Ну и конечно же ранняя колонизация это самый первичный источник. Не появится бордотела от ниоткуда в группе свиней, которые стоят вместе, если же из них часть не были заражены ранее на лактации. Вот так. Как проявляется гранит? Какие его симптомы основные? В первую очередь это чихание. Всем носить маски. Очень-очень замечательная рекомендация. Или этот, как там называется, эту мазь, которую раньше все в нос закладывали. Забыла. Возможно, хороший подход для контроля бордотелиоза, но не знаю, насколько это аксалиновое точно. вот это реально, но чихание это основной симптом. Обратите внимание, вот эти первые группы после перевода, если там постояли 4-5 дней, уже можно обращать внимание на то, есть ли эти характерные чихания, фыркания, такой сухой кашель, непродуктивный, но не сильный, такой отдельный, прерывистый. Вот это все идет проявление бордотелиоза. Я не раз встречала группы, когда это чихание слышно когда-то еще в галерее стоишь, еще в зал не зашел, а уже этот чих, вот это фыркание очень слышно. Грубо говоря, в этот момент наши поросята вычихивают собственную слизистую собственных назальных путей. Эти проявления, они важны, и они отличают бордотелиоз от многих других патологий. Также могут быть выделения из носа и, конечно же, из глаз, слезотечения. Тоже такой симптом, часто видно, вот такие потоки, которые потом пыль туда забивается, и они становятся черного цвета, окрашивания, либо вся вот так по контуру конъюнктивы мы тоже можем видеть такое скопление, как подкрашенные глаза у поросят черным. вот это проявление бордотелиоза. Ну и атрофия назальных раковин, естественно. Почему мы называем ее обратимой? Потому что мы увидим сейчас в испытаниях этот процесс способен возвращаться, если ему не помогут другие бактерии, но сейчас поговорим об этом. Ну и, конечно же, замедленный рост, поросяты разного размера, вот доращивание, такие проявления, это бордотелиоз. И вторичная инфекция, о которых мы поговорили в прошлый вебинар, будет полисирозит. То есть здесь даже бордотелла выступает как неким первичным агентом, на который в дальнейшем более сильные патогены, либо же даже такие же по заряду патогенности микроорганизмы, но с другим типом проявлений, будут присоединяться. Помните мой пример до прошлого вебинара, когда я говорила о неком карточном домике, я там тоже писала, что вот это все, да, АПП, верхушка айсберга, перед этим емотила, долго воздействовала, а первично их вновь пустила бордотела, и запустился этот весь процесс именно с подачи бордотелиоза. как это все выглядит, вот так это все выглядит, причем перед вами распил поросенка, мы видим, что это маленький поросенок, это еще поросенок доращивания, и посмотрите на эту колоссальную атрофию назальных раковин перед нами, вот так все происходит, если у вас происходит вскрытие поросят доращивания, обязательно пилите им носы и смотрите, что у них в носах. Да, весь наш правильный распил с подсчетом всего на свете мы проводим на откорме, вернее, на убойном цеху, когда уже поросята сданы, но для того, чтобы увидеть своими глазами с диагностической целью, мы можем посмотреть на носы поросят доращивания, и убедиться, влияет бардотелло на них или нет. Будет там такая колоссальная атрофия, посмотрите, здесь практически отсутствуют все завитки или же нет. Естественно, диагностика ренита, она будет складываться с нескольких частей, и симптоматика это тоже важный процесс постановки диагноза. выделение возбудителя, оценка патологии носовых раковин, это уже диагностические меры, идентификация методом ПЦР из оральной жидкости и назальных мазков также возможно. Ну и, конечно же, детекция антител, но это крайне редко, методы микроаглютинации, в основном это все делают только в научных институтах, с рутинной точки зрения это недоступно, поэтому мы опираемся на следующее симптомы чихания, фыркания, сухой непродуктивный кашель, распылили носы, на доращивание посмотрели, есть или нет атрофия назальных пазух, и развесили веревки, посмотрели методом ПЦР, есть или нет именно бордотела в материале. лечение здесь двунаправленное, это вакцинация уже выступает как терапевтическая мера, не часто так бывает, но с точки зрения бордотелиоза именно процесс вакцинации является процессом избавления от прогрессии этого микроорганизма и предоставляет собой терапевтическую меру, ну и конечно же антибактериальные препараты, но бактерия бордотела крайне нечувствительна к различным антибактериальным препаратам, в том числе когда их задавать, это надо с первых дней жизни массовой обработки, после перевода в массовой обработки и так далее, антибиотикотерапия может помочь этот процесс приглушить, вот если они уже чихают, фыркают и кашляют, естественно на таких доращиваниях они нуждаются в антибиотикотерапии, дабы этот процесс прекратить, сократить и минимизировать, но избавиться уже от воздействия бактерий будет невозможно, потому что когда они уже чихают, это значит, что слизистая уже поражена и она выходит наружу. Профилактика здесь, естественно, это вакцинация и, конечно же, тоже менеджмент. Мы обязательно говорим об этих двух факторах, они, к сожалению, не взаимозаменимы, но они дополняют друг друга для максимального эффекта. Однозначно, работа с микроклиматом, с условиями содержания, с температурным контролем будет иметь большое значение. Помните, я рассказывала также в прошлый раз, что для гемофилы критично это понижение повышения температур, для бордотелы критично это движение воздуха в помещениях, то есть, другими словами, сквозняки. Это очень помогает бактерии этой максимизировать свое патогенное влияние. Высушивание слизистой, да, слизистый слой вот этих всех секреторных антитер, всех факторов защиты, которые в нормальной слизистой присутствуют, при движении воздуха мы эту барьерную функцию убиваем теми сквозняками, которые присутствуют в помещениях. Поэтому, чтобы решить вопрос с бордотелиозом, будет необходимо два направления исправить. Это вакцинацию и, конечно же, менеджмент по условиям содержания. Вот перед вами всем известная книга, да, у кого такая есть? Я думаю, у многих из вас есть хорошее такое собрание. О, одиннадцатая есть, круто, да, это десятая, желтенькая. Куплю недорого. Хорошо, мы свою не продадим, периодически к ней обращаемся. Так вот, представьте, еще в 2012 году, да, в издании этой книги написано очень хорошо, очень корректно о том, что именно бордотела бронхисептика, как причина непрогрессирующего атрофического линита, является основным фактором, да, предрасполагающим фактором, который усугубляет течение пастерелы мультоциды, стрептококус соис и гемофилюс парасоис. Это известный факт, и уже описан не раз, что это ключевой патоген, вызывающий нарушение барьерной функции, да, первичной, важнейшей, в верхних дыхательных путях, и которая предрасполагает к инфицированию этими видами бактерий, пастерелы, стрептококус и гемофилюса. А очень часто, если не в большинстве случаев, да, мы боремся с вот этими, не обращая никакого внимания на первичный агент, на тот агент, который был важнейшим, к сожалению. Я не раз говорила об этом, наверное, никогда не устану повторять. Мне очень как-то понравилось, когда я услышала фразу одного очень известного консультанта мирового из Соединенных Штатов Америки, которым мы обсуждали тематику трофического ринита, и мне очень интересно было узнать его мнение по этому поводу. И он мне сказал, конечно же, вот почему-то ни у кого не возникает вопросов по необходимости вакцинации неонатальной диареи, ашерихи коле, это первичный бактериальный агент. Но если коле подействовало, то всем остальным воротов кишечник открыты, и всем негативам тоже. Вот так же, как вакцинация неонатальной диареи является основой благополучия ЖКТ у поросят, точно так же вакцинация бордотелиоза и атрофического ринита является основой благополучия респираторного трата поросят. Я с ним полностью согласна, хотя вы знаете, я вирусолог, и мою любовь к вирусам никто не отменял, но в данном случае я согласна. То, что этот микроорганизм настолько важен, так сильно нам мешает жить, но представьте, слизистая, да, вот все же там в этой слизистой, все, вот мы вакцинируем цирка, мы вакцинируем РРС, если вакцинируем самих поросят. Что мы хотим при этом? Мы хотим, чтобы сформировался мощный клеточный иммунитет в верхних дыхательных путях. Где этот иммунитет? В слизистой назальных пазух. Нет слизистой, нет иммунитета. И это то, что делает эта бордотела, и вот почему вот этот ринит, который она вызывает, является причиной дальнейшей потери респираторного благополучия поголовья. Кроме этого, издания, еще много других изданий, подтверждающих первичную роль бордотелиоза, об этом написаны статьи, об этом не раз говорили на различных ключевых свиноводческих семинарах, и да, так и есть. бордотелиоз это первичная бактериальная причина всех дальнейших прогрессий и бактериальной инвазии в респираторный тракт в целом. В экспериментальных исследованиях также пошли дальше и хотели узнать, почему же все может быть так по-разному, да, почему у нас в одних случаях бордотелиоз такой злой и действительно вызывает целый спектр негатива, уже такого видимого, которого отрицать невозможно. И почему же вот в некоторых случаях все не так драматично, да, бактерия бордотела может быть, а может и нет. И вот в экспериментах с гнатубионтными свиньями, то есть животными, лишенными всех патогенов, было воспроизведено и показано, что различные бордотелы могут быть по-разному злыми. Если коротко сказать, то есть штаммы, различные штаммы проявляют разные степени патогенных свойств. Вот, например, мы можем видеть штамм B, штамм J, L и 55B. Посмотрите, насколько по-разному может развиваться процесс атрофии назальных пазух, он может не быть вообще или может быть крайне высоким. То есть эксперимент был один. Животных заражали разными штаммами и содержали изолированным. И вот животных, которые были заражены штаммом J, абсолютно у всех была огромная атрофия и сильнейший патогонез. В то же время, как при других штаммах этого не было. Поэтому да, существует разница в проявлении бордотелиоза. Если у кого-то она меньше, у кого-то больше, это может быть связано с тем, что свинки или свиноматки заражены различными штаммами бордотелы. И для некоторых ферм это ключевое в том своем свойстве, для некоторых может быть и нет. Но когда была бордотела вместе с пастерелой, естественно во всех случаях был, не во всех, простите, в большинстве случаев был тяжелый процесс. То есть даже вот этот штамм Би, который сам ничего не вызывал, не вызывал атрофий и назальных пасх, вместе с пастерелой их вызвал. Да, это усиление. Но интересен также тот факт, что животные, которые были заражены только пастерелозом, так не демонстрировали патологию. Поэтому опять-таки здесь мы понимаем первичную роль необходимость наличия бардетелы. Она может съесть только слизистую и не атрофировать пазухи сама, но дальнейшее воздействие другой бактерии их атрофирует. А может и сама, как вот этот штамм, например, даже без помощи пастерелой. Вот еще одни интересные исследования, которые также посвящены роли дерматоникотизирующего токсина бардетелы бронхисептики в патогенезе респираторных заболеваний свиней. Вот перед нами распилы, рыл, которые были сделаны поросят с дерматоникотизирующим токсином, где бардетела владела этим фактором и без него. И, естественно, мы видим, что там, где было проявление, где был синтез этого токсина, намного хуже процесс, нежели там, где его не было. Тем не менее, слизистая поражена была и там, где даже и не было дерматоникотизирующего токсина, все равно колонизация бардетелы бронхисептики приводила к тому, что слизистая верхних дыхательных путей была нарушена. Эти данные совершенно статистически достоверные, мы видим также эту взаимосвязь дерматоникотизирующего токсина с процентом пневмонии. То есть, естественно, это более глубокая, более сильная инвазия, которая заканчивается такими негативами. В обоих случаях там, где не было дерматоникотизирующего токсина, пневмонии не развивались, хотя в некие небольшие поражения минимальные они были. Но там, где был дерматоникотизирующий токсин, поражения были на максимальные баллы и процент пневмонии был высокий. Что нам дают эти исследования? Они нам еще лучше конкретизируют, что является фактором вирулентности бордотелы. И это есть дерматоникотизирующий токсин ее. Он очень похож по структуре на дерматоникотизирующий токсин постарелы. Постарелы-мультоциды, но, как видим, разные штаммы бордотел по-разному его синтезируют. Тогда, как постарелы-мультоциды, практически все штаммы его синтезируют. Что касается регенерации, то, что я вам говорила, эти исследования были применены с использованием компьютерной томографии, поэтому мне они очень нравятся, интересный подход к свиноводству, часто такое встретишь. И что мы видим? Мы видим то, что вот инфицирование бордотелы бронхисептикой в одном эксперименте и дальнейшая коинфекция бордотелы и постарелы проявляются по-разному. Перед нами снимки. То есть здесь начинаются сами, то есть одна бордотела, поражение, 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 но эти поражения к дальнейшему уменьшаются с возрастом у поросят. То есть бордотелиоз критичен на доращивании сам по себе. Вот там его максимальное воздействие. С течением жизни, если все в порядке, мы можем иметь возобновление структур назальных пазух, да макроорганизмы они стойкие, способны к регенерации. Но давайте посмотрим, что происходит, если присоединяется пастерелла, если она есть. Тогда этот процесс уже необратимый. Поэтому он и называется прогрессирующий атрофический ренит. Изменения, как идут по дням, они только ухудшаются, ухудшаются, ухудшаются и доходят до вот такого момента. Я вам покажу несколько фотографий из практического опыта. это классика жанра, это не самый худший вариант. Вы представляете, что в этом носу? Какая барьерная функция? Даже в этом 60-й день. Этому животному еще надо пережить весь откорм. А у него уже вместо назальных пазух вот такие дыры. Никакой барьерной функции, никакого местного иммунитета, никакой защиты они не имеют. И к сожалению, это худшее проявление, которое может быть. Так, вижу вопрос, есть ли данные о потере способности ощущать запах при бардотелиозе? Нет таких данных, но очень интересный вопрос, я обязательно поинтересуюсь. Вы знаете, я сама сделаю такой маленький перерывчик. У меня очень искривлена перегородка носа, практически 80 на 20. травматизма у меня в детстве не было. Я подозреваю, что возможно кошлюк был. Не помню, ощущала ли я запахи или нет. Это все в маленьком возрасте. Выглядит ли это снаружи как криворылость? Нет, это не выглядит как криворылость до последнего. Когда мы видим уже реальные кривые рыло у поросят, это уже такая последняя фаза развития процесса, что просто хуже некуда. Это самая-самая сильная, грубо говоря, прогрессия. Но все, что до того, мы можем разрезать нос, там будут вот такие две дыры, а внешне этот нос нормальный. То есть очень, даже если вы заметили одно кривое рыло, это значит, что огромное количество животных имеют поражение назальных пазух, но их не видно внешне. То есть кривое рыло это худшее проявление, которое видно очень редко. Почему Багдателла банхисептика так располагает к этой инвазии? В чем этот ее секрет? С каким она микроорганизмом больше всего предрасполагает? Были также выполнены исследования по тому, чтобы установить ассоциацию между Багдателлой и другими микроорганизмами. И эта ассоциация существует. Как видим, очень интересно, это уровень изоляции, то есть в скольких процентов это изолировали у свиней с клиническими респираторными проявлениями. У 43,6% изолировали чистую Багдателлу. В 29,9% еще Багдателлу плюс стрептококус суис, еще плюс гемофилис парасуис, еще плюс эшерихиаколи и пастерелла мультациды. Вы представляете, то есть уровень персистенции бактерий Багдателла бронхисептики выше других микроорганизмов и там, где выявлены эти ребята, то там выявлена и Багдателла бронхисептика. Это еще раз подтверждает первичную роль этой бактерии в клиническом подогенезе респираторного симптома комплекса. И как видим в днях, да, это дни жизни этих поросят, максимальный уровень такой агрессии проявлялся в 41-60-е дни жизни. По-моему, это очень-очень совпадает с той реальностью, которую мы увидим на фермах. Такой уязвимый возраст, там больше всего проявляется, и там мы видим эти микроорганизмы. Что касается также Багдателла бронхисептики, как предрасполагающего фактора стриптококус суис, об этом также были сделаны исследования и показано, что Багдателла бронхисептика предрасполагает к инфицированию стриптококус суис, что создает уже и становится причиной тех поражений, которых мы называем полисерозитом у свиней, которых мы так подробно рассмотрели. Дальше Багдателла бронхисептика точно также предрасполагающий фактор для инвазии и патологии вызванной гемофилис парасоис. Посмотрите, какой большой процент инфицирования первичного приор, это первичное инфицирование Багдателла бронхисептика инкрес поражает назальную колонизацию гемофилис парасоис у свиней. Да, это было показано и на венитах и на пневмониях, которым параллельно проводили инфицирование Багдателлы бронхисептикой и гемофилис парасоис, то есть вторая бактерия, как написано в наших свиней дизиз, все верно написано. И касательно полисерозитного комплекса, мы уже помним, полисерозитный комплекс, нельзя никогда говорить, что это кто-то один. Это коинфицирование и этот комплекс является следствием такого коинфицирования. Также проводили исследования и показывали, какие основные причины вот этих полисерозитов, с которыми так тяжело справляться в практических условиях. И было также продемонстрировано, что 81 и 48 поросят, которые имели проявление полисерозита, были с атрофией носовых раковин и имели поражение бордотелы, бронфисептики. Посмотрите, кроме того, тут уже были сукупные поражения, то есть и поражение сустава, перикар, плевра, лёгкие, перитониальная область, менингиты и, собственно, поражение носовых раковин. Вот так вот бордотелиоз запускает вот это всё течение, которое потом выливается в тот полисерозитный комплекс. Это первичная причина его развития. И она ассоциирована с комплексом респираторных заболеваний. Уровень корреляции между бордотелиозом и полисерозитным комплексом и всей потери респираторного здоровья самый высокий. Ну и, конечно же, её ассоциация с этими микроорганизмами, которые мы уже не раз упомянули. И гемофилис парасуис постаралась троптококусуис. Что касается общего количества случаев, гемофилис, это было самое большое распространение также атрофии пазух и при других возбудителях, в том числе и мекоплазма, херренис. Самое высокое количество заболеваемости было у тех животных, которые имели эту атрофию. Посмотрите, разница колоссальная. Без атрофии 13% поросят имели гемофилис с 86%. Разница колоссальная. По мекоплазме херренис 8,8 91,8. Вот так. Ну и, конечно, сама бордотелла бронхисептика, там, где есть атрофия, 94,12 выделена. То есть она есть причиной этой атрофии. Ну и, собственно, весь полисерозитный комплекс это тот комплекс, который на чем-то строится, кому дают возможность развиваться. И основной патоген, который запускает этот процесс, является бордотелла бронхисептика. Ну и, конечно же, она способствует вовлечению других микроорганизмов. Это основная ее патогенная суть, помимо разрушения слизистой, что следующим образом происходит. Происходит экспансия другими микроорганизмами, которых она запускает. Да, ее можно диагностировать в результате вскрытия лабораторных исследований тоже. Я бы рекомендовала включать ПЦР на бордотеллу бронхисептику, когда вы делаете анализ на различные причины респираторных дисфункций. Мы вот, например, когда отбираем веревки на разные заболевания, вот у нас смешанные полисирозитные комплексы, например, либо респираторная патология, такая микс инфекция, помимо того, что мы смотрим обязательно гемофилу, мекоплазму, некие вирусы, мы обязательно смотрим бордотеллу, бронхисептику. И что очень хорошо и удобно, это то, что из оральных жидкостей можно посмотреть все эти патогены. Хотя, как помним, не забываем, мы можем посмотреть на их наличие, но по гемофилюс парасуис это не будет однозначный фактор, указывающий на то, что гемофилюс вызвал причину. Там важно смотреть легкие. Но если мы хотим сделать скрининг и посмотреть весь микробный фон, который делает нагрузку на респираторную систему, или же не знаем, когда это проявляется, делаем несколько отборов, там вот клиника, ага, когда началось развитие, делаем за неделю, за две недели до пикового проявления клиники, тогда включаем обязательно бордотелу тоже. Насколько значима бордотела, насколько придают ей значение во всем мире? Давайте посмотрим. Мне кажется, это мое личное впечатление, что данной бактерии уделяется минимум внимания, потому что очень так привыкли, я не знаю, как по-другому это назвать, бороться с конечным проявлением, да, то есть вот у нас поросенок упал, вот его легкие, вот гемофилез, вот выявили, вот начинаем бороться с гемофилезом, либо вот поросенок уже там от корма, вот АПП, вот выявили, вот начинаем бороться с АПП, и потом долго-долго говорим, как сложно бороться с АПП, да, почему это АПП никак не контролируется, ничего невозможно сделать, никакие, не подобрать препараты, все время это проявляется, и так далее, да, потому что не идет работа с первичными агентами, если честно, мое личное мнение, возможно, со мной можете не согласиться, но я выделяю две ключевые причины АПП, которые запускают эту бактерию, угадайте, что это, не тяжело, да, я считаю, что это атрофичный ринит и грипп свиней. Вот две ключевые причины, которые могут вызвать прогрессию АПП, вакцинобацию склевропневмонии, и приводить заболевание в ту форму, с которой очень тяжело работать и бороться. И никакие вакцинации, к сожалению, от АПП не являются эффективными настолько, чтобы нас это удовольствовало. В то же время работа с первопричинами очень результативная. Мы сейчас не говорим о вирусах. И, кстати, вирус РРС не имеет такой корреляции с АПП. У РРС самая сильная корреляция с гемофилюс парасуис. Это основную бактерию, которую она запускает. Это всё формируется на уровне иммунной системы, на уровне процессов патогенеза, проявлений и так далее. Вот ключевой коинфектант РРС это гемофилез. А ключевые первопричины АПП это атрофический ренит или гриб свиней. Гриб свиней может это сделать сам, без атрофического ренита, может сделать и с атрофическим ренитом. Но вот если вы имеете дело с неконтролируемым АПП, обязательно, пожалуйста, обратите внимание на атрофический ренит и на гриб свиней. Гриб свиней я сейчас маленькую такую делаю заметочку. Просто сам вызывает некроз непосредственно в ткани легких такие зональные некрозики, шахматную доску. Это уже некротизированная ткань, ткань, которая уже есть надфактор для роста АПП и она там прекрасно себя чувствует, она там может размножаться уже независимо ни от чего и прогрессировать на фоне гриба. Но вот первопричина, если гриба нет, либо же могут быть вместе, сейчас мы это еще тоже посмотрим, и это атрофический ринит, это варбитала бронхисептика, которая усиляет колонизацию, усиляет прогрессию актинобаций. Так вот, как же обращают внимание на эту бактерию? Очень интересно, что в Северной Европе, в Англии много очень хозяйств, которые негативны по прогрессирующему атрофическому риниту, то есть не имеют инфицирования постаренной мультацидой, но также многие позитивные по непрогрессирующему атрофическому риниту, и они же экспортируют ремонт до варбитала бронхисептика положительной в разные страны мира. Германия, Север негативный по прогрессирующему атрофическому риниту, то есть по постаренной мультациде, но Юг позитивный по нему, и все позитивны по непрогрессирующему, то есть все позитивны по варбитала бронхисептика, и они же очень часто экспортируют племенных веков бронхисептика положительных. Франция, Бельгия, Италия точно так же, но они уже позитивны и потому, и посему в этих странах очень распространена вакцинация против бронхисептики, но тем не менее их ремонт часто бронхисептика положительный. В Испании и Португалии точно так же позитивны по одной и по другой форме атрофического ринита, они поменяют массовую вакцинацию, многие из них, ремки отрицательны по постаралам ультациды, но позитивны по Бортугалии бронхисептика. Это сильно влияет на статус здоровья этих стат, и мы видим, что это не какая-то локальная проблема, это не зависит от страны. Во многих странах мира Бортугалии бронхисептика воспринимается как важнейший патоген. Вот, кстати, этот консультант, о котором я уже вспоминала, делился со мной опытом применения вакцинации против бронхисептики, постаралам ультациды на фермах в Мексике. Насколько это эффективно помогло победить респираторный симптомокомплекс, который до того считался очень трудноконтролированным и никакими масштабами антибиотикотерапии, к сожалению, не сдерживался. Ну и что касается в Италии, в Италии хотя бы вот начали работу, публикуют, очень многие фермы вакцинируют в Италии, точно так же, как во Франции во время общения со своими коллегами. Я была приятно удивлена тем, что в этих странах мира это, да, считается, что это важный патоген безусловный, что это первопричина, и они очень настроены и своевременно занимаются профилактикой. Несмотря на то, что фермы, как известно, в этих странах далеко не таких масштабов, как у нас в наших территориях. И тем не менее, они вакцинируют и они считают это рутиной. Это важная вакцинация для того, чтобы сдерживать этот патоген. Я считаю, что это очень правильно. Что касается значения также бродотелиоза, очень много публикаций в последнее время, но, на мой взгляд, все равно недостаточно. Если сравнивать с РРС или с цирка, то, конечно же, этого очень-очень мало для того, чтобы мы могли оценить, познать эту проблему. кто заинтересован, пожалуйста, напишите мне. У меня есть целая библиотека по бродотелиозу. Несколько лет назад я создала такую, потому что мне было очень важно понять суть этой проблемы. Я ее очень глубоко изучала, читала все, что могла, все накапливала, складывала, создала себе документ с гиперссылками, собрала эти все статьи, чтобы в любой момент они были под рукой. Поэтому, кому интересно, я с радостью поделюсь такой своей электронной библиотекой. Тем не менее, да, мы видим, что публикации нам показывают связь атрофического ренита с весом, естественно, глобальная связь атрофического ренита с весом, большущая. Связь идет прямая с здоровьем легких, с уровнем положения легких, и, конечно же, это отображается на весе. Ну и, как мы помним в начале, я говорила о том, что первичный такой симптом бордотелевоза это задержка роста, естественно. И если эта задержка произойдет доращивание в том виде, в котором он может быть, и продолжится на откорме, то, конечно же, недополучение веса на эту голову будет очень-очень значимым. Вот данные из Португалии тоже, которые исследовали количество пораженных животных по бордотелию, видели, что очень многие животные положители испытывали различные схемы вакцинации. Обязательная вакцинация и ремонт перед опоросом прям очень важно. Ну и, конечно же, вакцинация основных стат. Посмотрите на эти раковины, да, то есть как прогрессирует, сильно прогрессирует. Вот если здесь мы видим нормальную слизистую, да, вот у нас есть костная структура, завиточки наши, то здесь мы видим слизистую, и эта слизистая должна заполнять пространство между хрящевой тканью и костными структурами. А мы видим, что вот слизистой почти нет, но еще сохранена структура форм. Здесь уже все, идет потеря, потеря и до вот таких негативных крайних степеней. Взаимосвязь со смертностью тоже колоссальная, вот просто колоссальная. Посмотрите, насколько можно снизить смертность под оращиванием, только воздействовав на бордотеллу бронхисептику. Вот так. Я считаю, что нужно бороться с первопричинами. Это мой подход. Никогда не бывает успешной борьба с финальным проявлением. Важно эту первопричину найти. Вот это, да, визуализировать ее. Хотя с точки зрения, я не знаю, управленческой, экономической, когда вот видят ЭПП люди, да, или видят там полисирозит, эгипно-поросята, есть настрой что-то делать. Что делают в эту очередь? Все, любые антипотикопрепараты, любые, дорогие, такие, всякие, всякие используют, пытаются ставить лечение, выпайки бесконечные, с кармами и так далее. О, победили, прекратили, фух, чуть-чуть, передохнули, и потом все по кругу. В данном случае, если бы правильно выполнить профилактику, то, конечно же, эти все старания были бы более успешными. Не нужно было бы ходить по лезвию ножа с применением антибиотикотерапии. Также мы знаем, что взаимосвязи бывают и бордателлобронхиосептика с гриппом в свиней, безусловно. Любым патогенам, тут вообще, вы знаете, они-то, да, конечно же, когда пишешь публикацию, нужна сильнейшая доказуемая база, нужно вычмолить, нужно взять некоторые патогены. Но, разве непонятно, что если нет местного, локального иномитета, если нет целых структур, первой барьерной функции, ну, конечно же, со всеми респираторными патогенами будет взаимосвязаться. Естественно, что течение гриппа, заражение, инфекционная доза, которая попадет этого гриппа в организм, легкие, она будет в 100 раз выше у тех животных, у которых этой барьерной функции не будет. А легкие, что эти легкие? Там же никакой защиты в них. Сразу же все, ткань попадания мгновенные, тоненькая, слизистая, и все, и альвеолы. Потому так быстро процесс распространяется, потому так быстро он опускается. Вот, собственно, как быстро опустится процесс, это будет зависеть от того, какая у нас сохранность нашего барьера в виде мазальных полостей и слизистой. фитосалка лучше стало смешно. И, конечно же, саму бардотелу бронхисептику также выделяли в случаях. Интересно. Не знаю, коллеги, почему так. Вроде бы, как всегда, наушники на месте. Так. Ну, давайте попробуем. Может, там будет лучше. Может, это проблемы со связью. В случаях также связанных с гриппом и с гриппом и с гриппом и с гриппом июнями. здание, это уже недавнее исследование. Это 2019 год. То есть, более новое показывает физичное влияние в гриппомолазах. Распространение в мире недооценено, я так думаю, потому что для всякой научной работы нужен интерес. Спасибо. Спасибо. Так, слышно? Слышно, да? Ох, что же это сегодня за денек такой нелегкий. Будем надеяться, что лучше я постараюсь говорить громче. Ну, хорошо, что лучше, я очень рада. Действительно, мало, мало научных работ, как я говорю, спонсирования этого направления мало, и поэтому мы можем видеть, что такой нагрузки информационной со всех сторон по партитолиозу нет. Но, тем не менее, в современное, в последнее время, да, в эти года, мы видим, что некое есть улучшение с точки зрения научных исследований направлению партитола бронхисептики. И сейчас вот с разных стран мира в этом году уже выходили работы касательно партитолиоза, и которые дают для нас важную научную базу понимания этой проблемы еще лучше. Что касается распространения, также бронхитела бронхисептика очень распространена. Перед вами исследования из Колумбии, подтверждающие большое количество этой проблематики на фермах. А вы знаете, Колумбия довольно хороший, мощный производитель. А там очень хорошо едят свинину. Большой такой свиноводческий бизнес в этой стране. Он довольно прогрессивный. Мне посчастливилось единожды быть на семинаре, посвященное свиноводству в Бразилии. О, Господи, в Колумбии. Я была очень удивлена теми масштабами, как у них развивается свиноводство, насколько оно технологично. Здесь перед нами данные из Таиланда, тоже по исследованиям из оральных жидкостей. Большое количество превалирования этой бактерии. Наркотики, извините. Неплохая, по-моему, ассоциация. И, конечно же, из других стран и Бразилия тоже самое. Тоже мощнейший производитель. Тоже обращают внимание на эту патологию. И, кроме того, наши коллеги из Бразилии также сообщают, что уровень вакцинации по барбетелло-бронхисептике в Бразилии в последнее время очень вырос. То есть свиноводы понимают эту причину, принимают ее и начинают методы борьбы. И мы с ней уже в таком большом масштабе. Мне кажется, мое личное мнение, то, что вакцинация трофического варенита некоторое время назад вредила то, что препараты были небезопасны. Вот этот дерматоникотизирующий токсин пастереллы, который входит также в состав, там две бактерии, бродотелла и пастерелла, довольно реактогенен. Самая моновалентная вакцина против бордотеллы не была бы такая реактогенная. Но вот вместе с пастереллой эмулицидой эти продукты имели некую реактогенность. Мне кажется, это является причиной того, что от вакцинации уходили, потому что она была невыносима. Вакцинировать нужно было глубокосупоросных свиней перед опоросом, а последствия этой вакцинации были не совсем желательны. Слава Богу, сейчас изменилось все, промышленность, в том числе фармацевтическая и, естественно, биотехнологии, которые позволяют нам иметь вакцину против борделлы, бронхисептики и пастереллой эмулициды абсолютно безопасны. Так что, думаю, в ближайшие годы однозначно мы будем все больше и больше внимания на это обращать и профилактировать эту патологию. Вы видите, в целом вектор несколько сместился. Уже пришло понимание, что на 100% контролировать вирусы мы не можем. Хоть что бы мы ни делали, к сожалению, в таких масштабах, в которых сейчас у нас свиноводство, с теми поголовьями, с теми количествами голов на квадратный метр, мы никогда не сможем контролировать вирусную инфекцию на 100%. Я сейчас говорю и про Эверс, и про Цирка, и про Алуэски, и про Грипп. Хотя с Алуэски все получше, и грипп тоже как-то можно, но Цирковирус и РРС, скорее всего, не дадут нам покоя в ближайшее время, и однозначно быть уверенным, что эти патологии, закрытые на 100%, не предоставляется возможным. В то же время обратили внимание, хорошо, рот вирусы, а что насчет бактерий, как мы на них можем повлиять, можем ли мы закрыть проблематику с помощью контроля бактериальных инфекций. И если рассматривать всю микробную ассоциацию, вот здесь этот бактериальный фон, то кто первичный из них, на кого стоит воздействовать в первую очередь. И, конечно же, в этом плане бордетелла бронхисептика выходит на первый план. Да, распространение ухудшается, потому что эти особенности выращивания присутствуют, и мы против них ничего не сделаем. Свиноматки, которые постоянно контактируют с своими поросятами, передача этой инфекции, естественно, снижение использования антибиотиков, против которых, как мы уже обсудили, не попрешь. Это будет присутствовать. Большее количество поросят, меньше потребления молозива, крупные фермы. Вот это все дает прогрессию. И, конечно же, это позитивные ремонтные свинки. Естественно, как всегда, именно они нам портят нервы. Эти ремонтные свинки всегда вносят смуту в стадо, и позитивный ремонт по бордетелле бронхисептики дестабилизирует ситуацию. И фермы, которые ее не имели, покупая ремонтное поголовье, могут ее завозить. А скажите мне, пожалуйста, кто контролирует бордетеллу на ввозе? Ну-ну, жду. Мало кто. Мало-мало. Потому что по сыворотке крови ее не посмотришь. Это нужно отобрать оральные жидкости на веревке и так далее. Это практически никто не делает. Как мы можем контролировать эту патологию в краткосрочном периоде? Конечно же, только антибиотики. Краткосрочно – это значит, вот сейчас надо что-то делать. Но они не всегда эффективны, очень даже неэффективны. Для очень молодых поросят нужно их использовать в большом количестве. Этого никто не делает. Ну и, конечно же, наши программы по снижению антибиотикотерапии, они также присутствуют. То есть мы видим, что почти каждый пункт из этих – это то, что вредит антибиотикотерапии, это то, что делает ее невозможной в эффективном виде. Поэтому, конечно же, в дальнесрочный период для стабилизации, стратегически мысля, мы должны делать вакцинацию. Именно вакцинация помогает защитить поросят через колостру. И поросята, рожденные от вакцинированных свиноматок, характеризируются в значительно меньшей степени клинических патологоанатомических проявлений, как самого бакдотелиоза, так и всех сопутствующих инфекций. Я не знаю, смотрели ли вы на нашем YouTube-канал предыдущий вебинар, но там в комментариях один наш коллега написал, «Ха, Людмила! Ну, в общем, круто, что вы рассказали про гемофилез. Да, это важно. У меня был, я с ним боролся, боролся, ничего не мог сделать, аж пока не завакцинировала трофический ренит. И тогда я его победил». Я ему ответила, что он немножко опередил подачу информации в нашей программе, и что действительно так и есть. Вакцинация с ренита может коренным образом поменять респираторный статус в поголовье, изменить тот статус здоровья первичный, который есть. И тогда на таком поголовье и лучше препараты будут работать, и легче всяких вторичных возбудителей будет победить, избавиться. Ну и, конечно же, параметры роста, безусловно, будут такие, как нам надо. Сейчас у нас осталось время, немного на мы успеем. Сейчас я вас приглашаю посмотреть видео. И если мы с вами хотим знать, вызывает ли брода-лаборант хисептика проблемы в нашей ферме, что нам надо делать? Вперед пилить рыло. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Перед нами оценка поражения назальных пазух. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится маска, защитные очки, шапочка, нарукавники, рукавички, защитные рукавички, ручка, формы для отчета результатов, телефон с камерой, нож и пила. Кроме того, нужно знать анатомию носовых раковин. Перед нами распиларила, и здесь мы видим носовую перегородку. Мы видим парные, дарсальные, носовые раковины, а также сверху дарсальные завитки, а снизу вентральные завитки, которые формируют вместе вентральные назальные раковины. Перед вами структура челюстей свиньи. И наиболее корректный распил нужно выполнить между первым и вторым премалярными зубами. Вот так легко проводить. Здесь проводится распил. Потом мы выполняем подрез. И смотрим, не повредились ли сами раковины в процессе распила и где размещены зубы. Вот они. Да, все проведено правильно. Дальше мы моем раковины, чтобы очистить их для анализа. и переходим к оценке. Подход к оценке поражения назальных пазух основан на директиве Европейского бюро фармакопеи. И включает большую систему от 0 до 16 баллов для оценки поражений за витков по 4 на каждый, где 0 без поражений, а 4 максимальное поражение. А также от 0 до 2 за искривление перегородки, что в оценке дает максимально 18 баллов. Обязательно проводим фотофиксацию и оцениваем каждый завиток. В данном случае мы видим, что поражения составили 7 из 18 баллов. вносим эти данные в систему анализа для фиксации результатов и также проводим распил всех других рыл. Обычно для анализа используем около 30 образцов. Этого вполне достаточно для получения достоверной информации о влиянии трофического ринита на стадо. Проведя такой распил, уже ничего тайного не останется, всё станет явным. Кроме того, в ближайшем будущем мы вас порадуем ещё одной возможностью анализа результатов. А сейчас мы этот анализ проводим сами. Вы можете нам прислать ваши результаты, ваши фотографии. Мы проведём оценку сформируем отчёт и покажем, как это видно в числовой интерпретации. Ну а визуально, конечно же, вы можете оценить сами. Видим здесь атрофию различной степени. И это среднестатистические свиньи с очень приличной фермой. Поверьте мне, это большой холдинг, это крупная ферма, ферма с проблемами. многими. И вот когда мы попилили рыло, всё тайное стало явным. Это ещё не худшего, я здесь выбирала. Атрофия может быть очень серьёзной. И я очень рекомендую делать распил. Во-первых, можно успокоиться, если там ничего нет, всё спокойно. А если есть, тогда можно посмотреть проблемы в лицо. Когда мы получаем такие фотографии, мы формируем потом отчёт. И в этом отчёте чётко прописываем, в каком количестве образцов детектирована ту или иную стадию. Лёгкую, среднюю и тяжёлую. Здесь также указываем, какая потеря веса по разных стадиях идёт. И формируем, и просчитываем средний показатель. Это вот тех страшных, вы видели, но средний показатель 9,2. 9,2 – это высоко. Потом мы также предоставляем результаты в таком виде, где показываем, сколько количества животных поражённых без поражений в головах и в процентах. Это очень важно фиксировать, вот такой анализ проводить, потому что в дальнейшем в динамике можно смотреть, как движется процесс. Стало больше тяжёлый или больше лёгкой степени и как смещается. В данном случае действительно ситуация плохая по тропическому риниту, потому что мы имеем 100% поражённых свиней, то есть ни одного нормального носа. Грубо говоря, если процент поражений выше 70, это уже очень плохо, нежелательно. А здесь все 100%. Иногда может быть несколько плохих носов, 2-3 образца с 30, но все остальные нормально, это будет одна ситуация. Но если большущего, то есть у всего данном случае количество поголовьев есть поражение, это крайне нежелательно. Это значит, что всё стадо подвержено влиянию атрофического ринита. Так что делаем выводы, задаём вопросы. Жду ваши вопросы в чате. А пока ещё скажу маленькую такую заметочку сделаю, что кроме того, что можно пилить носы, можно ещё и сделать анализ риньичек, то есть отобрать оральное жидкости на верёвке и провести ПЦР-анализ по выявлению бордотеллы бронхисептики и пастерелла мультоцида, количественный ПЦР. Мы можем посодействовать в этом анализе и наша лаборатория выполняет такие исследования. Кстати, на нашем YouTube-канале буквально завтра вместе с этим видео, с записью этого видео мы выложим или возможно он уже выложен, там будет короткий видеообзор как проводить отбор на риньичек. Очень подробно всё я там рассказываю, посмотрите, напишите комментарии, как вам, понятно ли, я почти как эти кто там распаковывает айфоны и всем показывают на видео. Точно в таком стиле мы сняли обзоры ими-чека для того, чтобы ознакомить вас со всеми составными этого диагностического набора и рассказать, как его правильно отобрать, чтобы получить максимально корректные результаты. Спасибо за внимание, читаю вопросы. У падежа можно анализировать? Можно, конечно, можно. Падеж анализируем для диагностики, для понимания ситуации, но для того, чтобы вот такую динамику посмотреть по стаду среднестатистическую, такой срез сделать, тогда нужно пилить на убойном цеху. Желательно вот такую процедуру проводить не реже, чем раз в год. Это очень показано. Дальше. Спасибо вам большое. Если свиноматки заражены, можно ли их вакцинировать? Да, Дарья, именно свиноматки нужно вакцинировать. Поросятам мы уже никак вакцинацию не можем сделать, потому что заражение идет с первых дней жизни. Единственная мера, которая работает, это вакцинация самих матерей. Это помогает у них, у самих свиноматок снизить микробную нагрузку бордотелы, то есть убрать их активное размножение в миндалинах и, конечно же, снизить уровень передачи от матери к новорожденным поросятам, а также обеспечить максимальный колострон, который защитит их от этой колонизации. То есть поросятка будут иметь колострон, да, бордотелла заселит, но не будет прогрессировать или вообще не заселит их организм и не будет распространяться. Очень хорошо то, что колострон, бордотеллезу и пастерлезу очень длинный, практически до десятой недели он защищает поросят, а этого вполне достаточно для того, чтобы они не заражались. Не будет тех, которые инфицированы, заражать всех остальных в группах, не будет заражения. Бордотелла, как и пастерлла, это не такие суперлетучие бактерии, которые способны между помещениями летать от более старших поросят к более младшим, они в основном разносятся, конечно же, на обуви, но так не летают между группами, поэтому не будет в группе источника инфекции, не будет инфицирования, будет, будет, конечно же, безусловно. В одном хозяйстве наблюдались проявления бордотеллеза, как скрытой, так и видимой формы, при этом свиноматки вакцинируются самые лучшие вакцины, коллозрация поросят хорошая, на что нужно обратить внимание? Очень странно, потому что обычно вакцинация работает очень хорошо, здесь нужно смотреть на процесс вакцинации и, конечно же, на сроки, выдерживаются ли сроки между каждой из вакцинаций. Для бордотеллы это оптимально три недели и за три недели до опороса. В своей практике, работая с стадами, которые вакцинируют атрофический ренит, ни единого случая не было, чтобы не было результата. Мы, когда внедряем вакцинацию, я не знаю, это речь идет о ренесенке или о другом продукте, мы всегда контролируем процесс вакцинации и контролируем полученные результаты. Вот делают вот такой распил рюл и через год повторяем. И опять-таки все тайное становится явным. У нас всегда уменьшение количества процента животных, которые имеют поражение, уменьшение большое всегда идет именно по группе с тяжелыми поражениями и смещается все в легкую степень. Вот что должна дать вакцина. Максим, обязательно напишите мне в личные сообщения на мой имейл, и мы разберёмся с этим случаем. Это ненормально. Таких факторов, влияющих на эффективность, нет. Потому что это очень, во-первых, сильный продукт, во-вторых, ничего ему мешать не может. Это конец супростности. Работаем мы на колострум, вакцинируем всегда в максимально сроки перед опоросом, так чтобы максимизировать это всё на момент опороса и обеспечить должную защиту. Здесь важно ещё обязательно, не забывайте об этом, любая вакцина, которую мы колем свиноматкам, а эффект ждём на поросятах, зависит от колострации. Это ключевой момент, потому что пассивная иммунизация. Если мы колем самих свиней, то есть вакцинируем группу и её отслеживаем, всё понятно, мы вакцинировали, мы ввели препарат каждому в мышцу, и смотрим за результатами. То в случае именно с вакцинами, которые работают через колострум, важнейшим образом есть соблюдение колострации, отсутствие смешивания, оставлять поросят под своими мамами минимум на 12, а лучше 18 часов. Вот эти все моменты менеджмента на лактации могут испоганить результат даже самой лучшей вакцины. Это безусловно, потому что никакая волшебная сила не доставит антитела из организма свиноматки в организм поротёнка, если мы не сделаем это с помощью колострации должной. Возможно, на это стоит обратить внимание, но в любом случае всегда нужно разбираться, всегда нужно направить своё воздействие на то, чтобы решить проблему. Не бывает нерешённых проблем и не бывает неработающего атрифтического ринита и вакцинации его. Так что это необходимо решить, необходимо разобраться с причинами. Если сроки выдерживаются, как вы пишете, тогда да, тогда первым делом менеджмент колострации, аудит этого менеджмента. Приходите на ферму и смотрите, сколько было перемещений между станками, когда перемещали поросят, смотрите, когда закончился опрос, когда было выполнено это перемещение и так далее. Все вот эти нюансы обязательно отслеживайте. Ну и ещё один момент, я, конечно, уже сейчас редко такого встречаю, раньше было, это когда значимая агалактия у свиноматок, причём она может быть сразу после опороса. И тут уже нужно разбираться, то ли это по причине мастита, то ли это по причине вирусов, которые влияют на агалактию, в том числе на таких, как РРС, безусловно. То есть всё, что может влиять на эффективную передачу колострома, может разрушить эту защиту, потому что эффект через пассивную иммунизацию. Это касается не только атрофического ренита, это точно так же должно воздействовать и на неонатальную диарею, она не будет нормально контролироваться, если не будет адекватного колострома, и на другие иммунизации, которые направлены на пассивную защиту. Так. Здесь проколстрацию. Так, так, так. Ну что, все вопросы ответили мы? Да, чтобы проверить колострацию, очень-очень-очень советую делать это по роже свиней. Обязательно. Это единственная бактерия, да, такой агент, это нам такой хороший маркер, который позволяет однозначно иметь корреляцию между уровнем антител у матерей и уровнем антител у ее потомства. Рожа – замечательная система. Отбираем образцы от матери и трех ее потомков в возрасте семи дней. И берем таких десять матерей. То есть у нас получится десять свиноваток, по три поросенка от каждой. Маркируем обязательно, кто чей поросенок, кто чья мать. И обязательно делаем анализ антител на рожу. После чего сравниваем. Вот уровень матери, вот уровень ее потомства. И таким образом проверяем колострацию на седьмой день жизни. У нас есть замечательный протокол, подход по этому поводу. Уже все сформировано, готово. Кто хочет сейчас, да, в ближайшее время проверить уровень колострации в своем стаде, пожалуйста, обращайтесь, мы предложим варианты. Мы это выполняем в нашей лаборатории в Москве. Если вас интересует другая страна, мы это можем организовать. Точно так же в Киеве есть лаборатория, с которой мы сотрудничаем, которая тоже по системе рожи и выполним это исследование на СИВ-тест. И если это из Беларуси, мы организуем доставку образцов в нашу лабораторию в Москве. Так что в любом месте это можно выполнить. Коллеги, я буду прощаться с вами. Спасибо вам большое. Вы всегда такие молодцы, такие активные и стойкие. Ждусь с нетерпением продолжения наших вебинаров. Сейчас короткий анонс. То есть у нас по бактериальным патогенам остался еще один вебинар. Он будет не так четко направлен на какие-то отдельные бактерии. Как будет в целом направлен на подход антибиотикотерапии, на ее уменьшение и на то, существует ли жизнь без антибиотиков. Такая будет тема обширная. Мы рассмотрим все варианты, все возможности того, чтобы улучшить статус здоровья наших стад, иметь все те параметры продуктивности, которые мы хотим, и, конечно же, при этом уменьшать потребление антибактериальных препаратов. Я буду очень рада предоставить эту информацию. А дальше мы сместимся на вирусные патогены. Так что всем прекрасных выходных скорых, всем прекрасного Нового года. И встретимся уже после Нового года. Мы проведем обязательно опрос по удобному для вас времени. и там установим новые даты для продолжения наших сессий. Спасибо вам огромное. Всем большое спасибо за участие. И всего хорошего. На связи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok